В плане очень интересный, так как мы погружаемся с помощью него в некое будущее. Я хотела передать через слоферный стиль атмосферу, которая будет царить в неком будущем, в котором я сегодня представляю. Соответственно, погружая человека в разные атмосферы, как интерьерные, так и дизайнерские решения, мы получаем именно тот эффект, который хотим. Значит, рассказываю про проект. Название проекта появилось из двух слов. Future, будущее и Rest. Это фестиваль будущего, в котором мы показываем, как техника повлияла на развитие искусства. Соответственно, логотип у нас построен по матрице и с квадратом. Вообще квадрат у нас является компетентами, которые проглядываются в всей работе. Также у нас есть фирменные стилеобразующие элементы. И фирменный блок у нас дублируется на лодинце-геринце. Так как у нас наша выставка проходит не только в России, так и она может проходить на лодинце-геринце-геринце-геринце. Стилеобразующие элементы. Стилеобразующие элементы значат корнитура. Фирменный шрифт Адетика. Выбрали его, потому что он очень значительный, очень значительный и подходит для наших плакатных тем. Так как у нас нет никакой печатки, никаких бумажных носителей, так как мы являемся посетителями будущего, все наши макеты анимированы. Именно поэтому логотип сделан настолько лаконично, чтобы при его анимации не было дробления знаков. Соответственно, анимируется он тоже посредством наших стилеобразующих элементов, ощупляясь на них. У нас есть три отдела в нашем фестивале литература, музыка, семья, пинематографы. Через эти отделы мы показываем, как техникум влияет на те или иные сферы искусства. Соответственно, на выставочной площадке, то есть столярки, которые подобраны специальным образом, имеющие отношение к медиаэкрану, имеющие отношение к проекционным темам, имеющие отношение к логатам. Соответственно, у нас внутри самого фестиваля очень много нестандартных носителей. Такие как, по примеру, экран с переменной прозрачностью. Макеты, объясняющие, где ты находишься, транслируются конкретно на них. Соответственно, находясь в зале с литературой, у тебя стоят эти мониторы, которые говорят о том, что там находится, и можно прочитать подробно, кто сегодня есть и так далее. Изображение у меня тоже анимировано и меняется, позже расскажу. Соответственно, помимо этих экранов, имеются еще проекции на стены и на пол. Проекции вы делаете посредством явления проектора на противоположную стену или на потолок. И, соответственно, тоже изображают наши плакатные темы и помогают людям монтировать и проекции. Соответственно, это не так же. Давайте сейчас расскажу про приложение, а потом про главную задачу. Приложение создано для того, чтобы помогать людям ориентировать их пространство. То есть это инвестиционное приложение, которое помогает себя ориентироваться в местности фестиваля. Экран разделен на несколько частей. Активируя каждую из них, вы можете видеть, что в ней находится. Кликнув на нее, вы переходите на описание того, что нужно проходить в данном месте. Соответственно, помимо информации о площадке, вы получаете фирменный код, который можете увидеть в модификационной системе системовой фестиваля. Модификационная система состоит из трансляции на стены проектора, которые вы уже видели, и цифры, которые дублируются в приложении. Таким образом, человек посмотрел приложение цифр и может пройти место, которое ему нужно. Теперь о рекламной кампании. Визуальная часть рекламной кампании была подобна просто так. Мы долго искали образ, который может передать будущее, и пришли к мнению, что женщина-инженер – это один из самых ярких образов. Создание искусственного интеллекта – это самая яркая тема будущего, которая обсуждается всегда и везде. Соответственно, на макете изображена женщина-инженер, которая держит в руках робота-ребенка, как создательница его. Сам макет тоже анимирован. И также на всех носителях, которые вы видите, он идет в макетударной анимации. Наружная реклама не используется печатная. Используются также колоссальные медиа-экраны, обычные медиа-экраны на остановках и подобного рода экраны с элементом дозрачности. Уже в воздухе и в воздухе. Соответственно, помимо этого, мы используем в рекламе Wi-Fi. Мы используем в рекламе Wi-Fi. Всякие онлайн-сайты, ресурсы и т.д. и т.п. Помимо всего, у нас есть интересная проходная система в САМ-фестиваль. У нас нет билетов. У нас есть неоновые трубочки, которые раздаются каждому посетителю. Неоновые трубы действуют в течение двух часов. Соответственно, когда у тебя перестает дарить трубочка, тебе придется выйти, и ты не сможешь ее использовать в второй раз. Таким образом, мы создаем еще больше антуража, эффекта, и человек еще больше погружается в атмосферу будущего. Соответственно, персонал. Персонал у нас одет очень лаконично, чистый, мемористично. Обычно это девушки от 20-25 лет, одеты в белой комбинезоне и с вейджу. Вейджу у нас непростой, так как у нас печатки имели в проекте. Вейджу у нас состоит из лягушей строки, в которой транслируется имя нашего персонажа и название самого фестиваля. Вот такие сладкие. Соответственно, вы можете посмотреть на видеоролике, как меняется информационная часть, визуальная часть, чтобы не мешать друг другу. Они сделаны поочередно. И таким же образом транслируются и на медиаэкраны, и на медиа на уши. Вот. Также есть немного всякого рода подарков, которые люди могут получить на проекте связанных с интеллектом, либо просто висущиеся дни с обратимой информацией. Вот, в принципе, у вас есть вопрос. Какой вопрос может быть? У вас в чатах, в чатах, в чатах? Нет, у нас вообще нет печатных основ. Это не афиши, это глобальные медиаэкраны. И лайтбоксы, да? А это, это на современном образе, что только как разумные. Нет, это не лайтбоксы, это не медиаэкраны. Вот. Что ты подняла насчет трубы человека? Они какое-то время заряжаются? Это обычные неоновые трубы, которые работают тот светок. Соответственно, они уже заряжены, ты их ломаешь, в детстве. Они действуют в течение двух часов. То есть через два часа? Нет, вы просто не сможете на нее вернуться, если хотите. То есть находя на вас свободы, надо переставать с вами. И сможете снять что-то спросить. Хочу. По поводу системы навигации, вы поняли, вы сказали, у вас проекция системы навигации. Ну, в данном случае, это в афишах, да? Да. Роман, вы видите, что я вот останусь с правой стороны, если правильно, правильно? Да. Она у вас как проекция работает или она как по-другому? Да, она работает как проекция на стену. Соответственно, она состоит из композиции, которые мы имеем в литературном языке, синего, и номера, которым вы пользуетесь со своего гаджета. Забыл сказать о том, что приложение выключается автоматически, как только заходите в зону Wi-Fi. Он просит вас либо зарегистрироваться, либо зайти на сайт, выключить онлайн-версию, либо скачать приложение навигации ухода. Ну, вот у вас с правой стороны это же не проекция? Сверху. Вот это вот? Нет, на самом верху. Это не проекция. Это бэджи. А, бэджи? Да, это бэджи. А вы проекции показали или поздно? Да, да, да. То есть сама навигация... Это и есть навигационная система. То есть мы... Это как бы один интервью. Да, да, да. Понятно. Здесь еще и... Люди присоединились по этому. Сейчас будет. Ну, уже один. Ну, уже один. А вот что у меня? А чего вы вдохновляетесь? Ну, почему такое неформат? Я думаю, что... Я думаю, что... Просто-напросто будущее, оно у нас столько интересно каждому. И вне зависимости от возраста, вне зависимости от вне церковности и так далее и тому подобное, каждому поколению и так далее. И это некий способ показать свое видение того, что может быть. Какой будет дизайн будущего? В этом вопросе умирается каждый дизайнер. Технический прогресс, удовольствия, творческие решения, создавая новые задачи для организации для того, чтобы вне зависимости от качественного и качественного. Главная тема включает инцензент-приятия на директора Таши Романовича, отбородовского проекта. Исковано изначально, потому что, включая поверхность искусственного уголовного носителя, должно тщательно анализироваться. Отказ от бумажного документа, взятого, может, или сон, или сон. Он, вне зависимости. Простока знака, сочетание с окончательной анимацией дает подходы для активной главной части и деталь проекта. Реклама литера умелого помогает посетителей фестиваля футуру и пустичной актерии, благодаря новому дешевле, приношевле и тени, также с помощью контакта, используя директора. В целом, интересная навигационная система, функционированная проектом на стенах, помогает в этом. Нетрадиционный рекламный носитель, при использовании наружной результаты, является лишним полным дополечением украины. В качестве небольшого замечания, отмечает этот студент, хотелось бы отметить немного прокурационно-визуальной альтернативной компании, которая используется, дворяйте образ женщины, инженерализующего, инстанетского рода на руках, который может быть воспринят массой неправильности. Скорее, нервный ключ. Поясительные записки геологических материалов, выполненные подбор с адресом, или древненные материалы. В целом, проект выполненный хорошим профессиональным уровнем, и заслужим высокая цель. В основном, я, Катя, наверное, отмечаю с адресом. В основном, будет показать в дизайне специально-санкопическом дизайне. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ